МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Борьба с пожарами продолжается, угрозы зато нет. Время духовного очищения 14 августа, начало Успенского поста. В честь 75-летия Орфеат Суниев. Саров примет первенство России по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. 12 августа резкая смена усиления ветра усложнила пожарную ситуацию. Огонь из Мордовского заповедника двинулся в сторону Вознесенского и Дивеевского районов. На территории этих муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации. 13 августа утром специалисты объехали участки. В периметре и вблизи зато на территории Мордовского заповедника очагов возгорания нет, сообщает пресс-служба Орфеат Суниев. Тушению пожара способствовал дождь. Три дня в городе будет задымление из смог и затление потушенных очагов, поскольку ветер дует в нашу сторону. Специальная пожарная техника, которая участвовала в ликвидации ЧАЭС в Мордовском заповеднике, вернулась на места постоянной дислокации. На площади Ленина торжественно проводили героев-огнеборцев. Подробности далее. Движение на центральной площади города перекрыто на часах 14.00. В стройной колонной подъезжают десятки пожарных машин. Саров торжественно провожает своих спасателей, что все эти дни, не щадя себя, боролись с опасной стихией. Наконец, очагов возгораний на территории Мордовского заповедника нет, и пожарные могут вернуться домой. Огонь распространялся с большой силой, потому что зависело от погодных условий. Ветер сильный, жара. То есть из-за этого пожар распространялся очень сильно. Было большое задымление, дышать было сложно. Ну, как бы наша работа, то есть мы с этим совсем справились. Ульяновск, Бор, Выкса, Держинск, Арзамас, Нижний Новгород. На площади построились около полутора тысяч человек. Уставшие, измотанные. Многие из тех, кто стоит здесь, спали всего несколько часов. Торжественная церемония началась со слов благодарности. Первым героем праздника обратился Валентин Костюков. Хотел бы особо отметить, что в рамках реализации этой части здесь органично работали и личный состав, и воинские подразделения, и личный состав Российского федерального ядерного центра, и городские организации. Все совместно реализовали эту задачу. Работа еще не закончена, добавил Валентин Ефимович. Часть группировки под руководством полковника Мишина здесь остается. В ближайшее время в городе проведут межведомственное совещание по анализу причин возникновения пожаров и организации их тушения. Огнеборцев поблагодарил и глава города. Перед вами не может быть задач, которую вы не способны выполнить. От лица жителей города, от всех саровчан я говорю вам спасибо. И простое человеческое пожелание – отоспитесь и встретьтесь своими родными и близкими, они вас ждут. Спасибо вам. За проявленное мужество администрация города и ядерный центр вручили спасателям благодарственные письма и подарки. Провожали огнеборцев-саровчане бурными аплодисментами. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. КП-50 готовится к ежегодной вакцинации против гриппа. С 18 августа будет открыта предварительная запись на портале пациента. Планируют, что прививку будут делать и в поликлиниках, и в выездных прививочных кабинетах около торговых центров, как в прошлом году. Для вакцинации используют препарат Ультрекс. Интервал между прививками против COVID-19 и гриппа должен составлять не менее одного месяца. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Павильон Светлана в парке Мнезернова изменят с учетом мнения горожан. Жители могут прислать свои идеи и предложения до 22 августа на электронный адрес mvssobakoadmdefiserov.ru Департамент культуры и искусства принимает пожелания насчет приоритетных направлений деятельности павильона. Все предложения будут внимательно изучены, а наиболее рациональные, имеющие массовую поддержку, реализованы. Памятник Горькому скоро вернется на постамент. Напомним, ремонт педестала начали в июне. Сам памятник до сих пор в хорошем состоянии, но фундамент пришел в негодность. Скульптуру установили в 1959 году на Монастырской площади. В августе 2001 ее перенесли, и с тех пор она стоит перед Дворцом детского творчества на проспекте Ленина. На ремонт из бюджета города выделили 635 тысяч рублей. 25 тысяч волонтеров со всех регионов страны помогут Росстату в проведении всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 15 ноября. Добровольцы будут оказывать консультативную помощь на выездных переписных участках, проконсультируют граждан по общим вопросам. Также участники волонтерского корпуса помогут в сопровождении граждан к выделенным местам в МФЦ для исполнения переписных листов в электронной форме на портале госуслуг. В рамках подготовки всероссийской переписи населения добровольцы смогут пройти специальное обучение. Регистрация волонтеров проходит до 15 сентября на платформе добро.ру. 14 августа – начало Успенского поста. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост продлится две недели, до 27 августа. Его народное название – Спасовка. Успенский пост установили еще в первые века христианства в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Само слово «Успение» означает «сон». Считается, что Дева Мария была перенесена душой и телом в Небесное Царство, где встретилась с Богом. Поэтому праздник проникнут радостью, в нем трудно найти место для печали. Ради этой долгожданной встречи Богородица готовила себя постом и молитвой. Своим примером она показала всем верующим идеалы христианской жизни. Подражая Божьей Матери, уважая ее и любя ее, православные христиане стараются в какой-то мере тоже ей подражать. И поститься, и молиться, и духовно преображаться. То есть главный смысл поста заключается не столько в том, чтобы что-то не есть, а в том, чтобы стать лучше. Постные дни не стоит воспринимать как навязанное ограничение. Еда – это лишь вспомогательная часть поста. Для каждого верующего человека пост – это прежде всего. Время для того, чтобы преобразить себя, изменить свои привычки, воздержаться от злых поступков и стать чище, добрее, терпимее и милосерднее. В эти дни, в дни поста, желательно, чтобы не только думать о том, что есть или что не есть, а о том, чтобы сделать хорошего, что сделать доброго конкретному человеку или кому-то, каким-то людям, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. То есть проявить любовь. А любовь, она, как сказано в Священном Писании, покрывает много грехов. Успенский пост – один из четырех многодневных постов православной церкви. Он самый короткий, длится две недели. Ежегодно он начинается 14 августа. Церковный устав предполагает в это время такое же строгое воздержание, как и в Великий пост. Но степень ограничений каждый человек должен определять самостоятельно, ориентируясь на состояние здоровья, образ жизни и совет духовника. Завершается Успенский пост праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Придраться можно к чему угодно – внешности, одежде, акценту, оценкам. Все чаще и чаще в семье рассказывают про случай детской травли, которая происходит в нашей стране повсеместно. Почему одни дети травят других и как помочь своему ребенку, если он стал жертвой буллинга? Расскажем далее. В поселке Заводском Приморского края школьники окружили толпой и избили свою одноклассницу. Девочка рыдала и просила о помощи, но никто из толпы наблюдателей не отреагировал. Все издевательства агрессоры снимали на смартфоны, а роликами делились в соцсетях. Подобные случаи происходили и в Сарове, когда девушка избила своего одноклассника из-за неразделенной любви, также выложив видео в сеть. Часто случаи, когда дети подвергаются буллингу со стороны одноклассников, не впадают в объектив камеры мобильного телефона. Дети не говорят родителям о подобных издевательствах, а стараются найти любую причину, чтобы не идти в школу. Если ребенок начинает обращаться к кому-то из взрослых, особенно в детском возрасте, то это расценивается как слабость, что он сам не может решить эти проблемы. По оценкам психологов буллерами становятся дети, у которых проблемы в семье или занижена самооценка. С помощью агрессии они пытаются самоутвердиться или приглушить личные комплексы за счет унижения других людей. Также бывают случаи, когда над жертвой издеваются не только морально, но и физически. Например, разбивают, толкают, удерживают силой. Такое происходит, когда обидчик чувствует свою безнаказанность. Подростки не умеют управлять своей злостью, не умеют управлять своей агрессивностью. И нормальное, естественное проявление человеческих эмоций приняло у них такие нездоровые, искаженные формы. Если вам кажется, что вашего ребенка обижают в школе или на улице, то не нужно сразу бить тревогу. Поговорите с ним. И если ваши опасения оправдались, постарайтесь поддержать ребенка и помочь ему найти выход из ситуации. Самое главное, по словам психологов, родителям не нужно вмешиваться, пока их об этом не попросят. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей, Сарова, 24. Ко дню физкультурника на дворовой площадке клуба «Мечта» прошел спортивный праздник. Студенты, волонтеры, педагоги и активисты ЦВР подготовили для детей ряд испытаний. Каждый, кто прошел все этапы, получил сладкий приз. Подробности далее. Юным гостям дворовой площадки посчастливилось побывать в стране великанов. Сказочную атмосферу спортивного праздника помогала создавать гигантское спортивное оборудование. Баскетбольные кольца, теннисные ракетки и даже кроссовки. Я успела пройти футбол с ракетками испытания и баскетбол. Тяжеловато было играть в теннис, мяч постоянно улетал, и сама ракетка была очень тяжелая. Такой спорт ребятам явно пришелся по душе. Каждый хотел попробовать свои силы во всех испытаниях. Для детей приготовили пять заданий. За прохождение каждого этапа участник получал жетон. В конце праздника те, кто собрал все жетоны, забирали свою награду – сладкие призы. Это лето лучше, чем 2020 год, когда у нас были ограничения по количеству детей на площадке. Но, тем не менее, термометрия осталась. Слава богу, нет масок на улице, поэтому это тоже плюс для ребят. Обработка инвентаря тоже происходит у нас на площадке. Но что делать, мы привыкаем к этим условиям, живем в тех условиях, которые есть. Эта неделя занятий на дворовых площадках была особенной. Ее посвятили Дню физкультурника. Ребятам выпала отличная возможность проверить свою ловкость, гибкость, выносливость, а также провести свое каникулярное время с пользой для здоровья. В нашем городе в конце августа пройдет первенство России по баскетболу. В Саров приедут команды из Тулы, Перми, Москвы, Курска, Нижнего Новгорода. Игры пройдут при поддержке госкорпорации «Росатом». Соревнования посвящены 75-летию Рафяцваниев. С 25 по 28 августа на паркете спорткомплекса «Юниор» пройдет первенство России по баскетболу среди ветеранов. Самые титулованные спортсмены из Перми, Москвы, Курска, Тулы, сборной Нижегородской области и Саровская команда сойдутся в ожесточенной борьбе за главный трофей соревнований. Саровская команда шансы очень высокие, потому что Саровская команда на сегодняшний день является основным составом. Это действующие чемпионы России по баскетболу. В Воронеже в ноябре 2020 года мы там заняли первое место, в связи с чем, в принципе, и чемпионат приехал сюда. По спортивному принципу команда-победитель принимает очередной турнир у себя дома. Шесть участников разделены на две подгруппы. В подгруппах сыграют все друг с другом. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в финал четырех. Кто займет третье место в подгруппах, разыграют между собой пятое и шестое место. Первые игры пройдут 25 августа. Торжественное открытие запланировано на 26 августа. Уважаемые болельщики, приглашаем вас поддержать нашу команду и получить на нашем мероприятии позитивные эмоции. Соревнования пройдут в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию РФИАЦ ВНИЕФ при поддержке госкорпорации «Русатом». Для лиц старше шести лет. Вход свободный. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей СОРО 24. Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 10 по 15 августа там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Вот такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 15 августа с 10 до 18 часов. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах Канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!